Утро, прохлада, люди просыпаются. Сейчас мы находимся в поселке Переволоский, административном центре Переволоского района. Это программа «Народный гид» и я ее ведущая Елена Еремина. Здравствуйте! Но сегодня мы не просто пройдем по улицам района, а узнаем, как здесь живут, работают и отдыхают те, кому дорого это место. Переволоский район образован в 1935 году. 49 населенных пунктов. В районе проживают русские, татары, мордва, башкиры, немцы, казахи, украинцы. Сегодня в Переволоском районе проживают более 20 тысяч человек. Сейчас об особенностях населенного пункта нам расскажет глава района Геннадий Щербаков. Здравствуйте! Здравствуйте! Я рад приветствовать вас на нашей Переволоской земле. Можно сказать, даже земля уникальная. Районы по расположению географическому. Во-первых, мы близко к городу Оренбургу, к нашей столице. У нас здесь проходит и федеральная трасса М5 на Самару, и железная дорога. В общем, все направления открыты, в том числе и для нашего населения. Какая основная отрасль района? Чем живут Переволочане? Экономика района многогранна. Конечно, основная доля занимает сельское хозяйство. Здесь живут и работают О-Партнер, О-Нур, О-Кичка, Завы имени Дзержинского, Крестьянско-фермерские хозяйства Герцена, Крестьянско-фермерские хозяйства Постольник. Ну и еще масса. Всех очень трудно, долго будет перечислять, эффективно работает, получает хороший урожай. Также представлена экономика этой промышленности. У нас два крупных для нашего района предприятия. Кроме этого у нас О-Переволодский элеватор работает. Масса предпринимателей, которые занимаются торговлей, коммунальные предприятия функционируют. Какие социальные объекты у вас есть, которые позволяют жить в комфорте? Четыре школы здесь, только в поселке Переволодский. В каждом населенном пункте практически есть либо основная, либо средняя школа. У нас более 2,5 тысячи учеников. Переволодский район участвует во всех государственных областных программах. В позапрошлом году сделали ремонт в Доме культуры «Геолог». В этом обновляют 1-й и 4-й детские сады. Парк Победы. Святое место в поселке Переволодский. Именно здесь чтят память погибших героев, проводят митинги, парад Победы. Место это любят, берегут, благоустраивают. О благоустройстве нам расскажет глава Переволодского постсовета Геннадий Храмшин. Здравствуйте. Мы обустроили монументы пограничники. Сегодня делают монументы памяти ВДВ, рода войск. И в свою очередь мы здесь сделали, а было исторически важное место, это памяти афганцев и участников локальных войн. Изменилось то, что были сделаны тротуарные дорожки, высаживались новые насаждения, засев травы происходил. Но потом, соответственно, все это дело убирается, косится, содержится, поливается. В этом и ежегодно мы высаживаем здесь цветы. У нас еще есть один парк, который был посажен более 100 елей. Для отдыха есть территория с фонтаном. Туда приходят целыми семьями. Особое внимание и благоустройство водопроводов. За последние годы отремонтировано более 7 километров на сумму 22 миллиона рублей. Также отремонтировано более 10 километров автомобильных дорог на почти 30 миллионов рублей. Также из областного бюджета. Преобразился поселок Нефтяник. Там за 10 лет построено 13 многоквартирных домов. Большая работа проводится по переселению. Выдаются сертификаты на жилье детям-сиротам. В центре поселка Переволоски есть храм Бога Явления. Именно сюда приходят на службы местные жители, а также гости района. Заглянем и мы. В храме нас встречает отец Василий. В 1992 году был открыт здесь приход в нашем поселке. И придя к владыке Леонтию, когда он был митрополитом, управляющим нашей Оренбургской епархией, и инициативная группа Переволочан, придя к нему, просили благословения открыть храм. Или зарегистрировать сначала приход. И владыка Леонтий благословил, как рассказывали сами эти участники этого события, что он, полистав некоторые бумаги, дал такое название «Богоявление». Богоявление в честь крещения Господа нашего Иисуса Христа. Это очень редкостные, таких приходов очень мало в области было. И вот владыка благословил нас в 1992 году организовать приход Святаго Богоявления в поселке Переволоском. И вот началась жизнь будущего храма, тогда еще только приход. Здесь было место, администрация выделила место книжного магазина, где мы сейчас с вами стоим, находимся здесь раньше, стоял книжный магазин. Храм строили три года. Сегодня здесь есть старинные и современные иконы. О каждой отец Василий говорит с особым трепетом. Главная достопримечательность – это иерская икона Божьей Матери. Она у нас подписана, там даже вот если присмотреться, она украшена перспомашениями различными. А вот видите, там снизу подпись освещена на фоне в 1903 году. То есть вот уже и там больше ста лет и коней, она очень хорошо сохранилась. Переволочане любят заниматься спортом. И для этого в населенном пункте есть все. Центр притяжения – стадион. Можно подготовиться к сдаче ГТО. Здесь есть все необходимое для этого. Например, такой кардиотренажер на все группы мышц. Это стало возможным благодаря национальному проекту «Демография». Тут вам и турник для подтягивания, и место для занятия с гирями, прыжков в длину. В общем, вперед к здоровому образу жизни. И за знаком отличия комплекса ГТО, конечно. А хотите поиграть в футбол? Пожалуйста, на поле. Есть еще и детская игровая площадка. Не так давно появилась площадка с 12 тренажерами. В Переволочском районе живут очень трудолюбивые люди. И не раз лучшие получали награды как муниципального, так и регионального уровней. Показывали свое мастерство на межрегиональных фестивалях. Сейчас мы посмотрим, как кипит работа на производстве. Это механический завод. Механический завод основан в 1942 году. Сейчас основная продукция, которую изготавливают на предприятии – навесное оборудование для уборки снега, для тракторов и автомобилей. Щетки, отвалы, снегоочистители, запчасти. Это механический цех. Здесь занимаются токарными и фрезерными работами. Создают детали для снегоуборочных машин. На заводе есть современное оборудование. Вот эти четыре станка здесь используют уже практически два года. За моей спиной фрезерный станок. Ими управляет один оператор. Это позволяет изготовить материалы для снегоуборочных машин быстро и качественно. Работа требует внимательности и четкости действий. Поэтому и трудятся здесь те, кто по-настоящему любит свое дело. Различные детали делаем. Буксы на гидроцилиндры, навеску выпускаем. Ну, очень много деталей выпускаем. По чертежам, по программам, сами все. Предприятием руководит Игорь Сидоров. За прошлый год больше 400 миллионов объемов произошло с нашими предприятиями. На сегодня наши заказчики настаивают, чтобы мы вдвое увеличили объем. Для того, чтобы увеличить объем производства, мы покупаем дополнительное оборудование. Токарные станки покупаем, фрезерные. В этом цехе и работа идет одновременно. И одновременно в этом участке будут устанавливаться еще новые станки, которые мы ждем вот в июне. Кроме того, строим новый малярный цех. Поставки по всей стране. От заказов нет отбоя. В работе задействовано 140 человек. Но есть свободные вакансии. Заинтересованы в инженерах-технологах, токарях, фрезеровщиках, сварщиках, слесарях. На предприятии готовы поделиться опытом с молодыми. Сейчас мы находимся на заводе «Самара-Лей». О том, что здесь производят и в каких масштабах, нам расскажет исполнительный директор Александр Жирнов. Наш завод является предприятием полного цикла. Мы специализируемся на выпуске теплоэнергетического оборудования. В первую очередь, это паровые установки, которые используются во всех отраслях промышленности. Масштаб поставок нашего предприятия достаточно широкий. От полуострова Крым до Дальнего Востока и от самых северных регионов до Казахстана. То есть поставки идут по всей России, по странам СНГ. И наше оборудование активно используется в пищевой отрасли, в нефтедобыче, в химических производствах. У нас компания, которая занимается, скажем так, не просто импортозамещением, а технологическим лидерством. И компания, которая успешно конкурирует с самыми ведущими производителями в мире. А вот и сам изготовительный цех. Тут производится заготовка исходного материала. Следующим его превращают в продукт. Площадь цехов – 9 тысяч квадратных метров. На заводе работают около 100 человек. Каждый вкладывает в дело душу. Ведь важно получить качественный товар. А за моей спиной комплекс паровых котлов, который, уже можно сказать, готов к использованию, заказчику осталось только его принять. И уже в ближайшее время он отправится в Астрахань. Потребность в кадрах есть. Нужны конструкторы, инженеры. Здесь также готовы принять молодежь. После таких насыщенных трудовых будней, конечно же, необходимы хорошие выходные. В Переволосском районе есть где отдохнуть. Здесь много красивых, интересных мест. Например, в пяти километрах от села Татищево есть вот такой каменный мост. История его, конечно, удивительная. Есть несколько легенд, которые касаются этого моста. Поделитесь с нами, пожалуйста. Между речием Сакмара и Урала владели разные народы. Например, здесь жили кочевые половцы, жили башкиры. По южной стороне Яика проходила граница государства волжских булгар. И когда туда вторгся в 1236 году монгольский хан Баты, он переправлялся через Яик именно в этом районе. После этого земли между речей перешли к Золотой Орде. А впоследствии здесь жили нагайские татары. И вот по мнению дореволюционного знатока оренбургской истории господина Кастанье, именно в древности был и возведен этот путь. Кто-то из этих народов, а может быть все вместе, дополняя друг друга, проложили военно-торговый путь из Средней Азии. Естественно, снабдив его дорожными какими-то сооружениями. И вот участок этого пути сохранился от Переволодска до Татищева. Значит, он проходит по левому берегу Камыш-Самарки, пересекает протоки и овраги, через которые было проложено три моста, но сохранился только вот один, этот. Значит, основание у него каменное, верх кирпичный, три арки в мауританском стиле, высота 6-8 метров. В Татищево его еще этот мост называют Екатеринским. И связывают его постройку именно с временем освоения Оренбургского края, когда сюда была направлена экспедиция под руководством Ивана Кирилловича Кириллова. Он закладывал старомосковский тракт, который должен был соединить Самару и Оренбург. И вот возникли и вот эти мосты. Место и правда таинственное. Можно одновременно прикоснуться к истории и природе. Переволочане гордятся мостом. Об этом чудесном месте нам расскажет глава Чесноковского сельсовета Ленара Бакирова. Добрый день! Добрый день! Это наши Чесноковские белые и меловые горы. На татарском мы их в языке называем Охтау. Это уникальный феномен природы нашего края. И этот памятник природы, геологический памятник природы, таким он признан с 98-го года. И по преданию, по мнению ученых, более 70 миллионов лет назад на этом месте было море. Состоит полностью из мела, который даже, например, в моем детстве еще добывался даже в качестве как пищевого мела. Меловые горы красивы в любое время года. С самой ранней весны и до поздней осени. Сейчас видим везде кругом цветы. Но в дождь сюда не проехать. Так что будьте внимательны к погоде. Сюда приезжают целыми семьями, чтобы полюбоваться красотами и подышать свежим воздухом. Вот таким мы увидели Переволовский район. Но, конечно же, чтобы познакомиться с ним поближе, нужно сюда приехать. Так что собирайте чемоданы. Не забудьте хорошее настроение. Это была программа «Народный гид». Я ведущая Елена Еремовна. До скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова